всем привет друзья конечно вы поняли что это была шутка я знаю сколько будет 2 плюс 2 но так просто решил я пошутить чему собственно видео сегодня я был первый день на занятиях полициальной школе вот поступил как бы уже сходил первый день на учебу в общем впечатлений масса все понравилось давно я уже не сиживал за партой как-то по отвык вот потому что последний раз это было в университете и последний год я уже там учился на заочном отделении это тоже все было редко как бы и сегодня вернулся снова за парту так по порядку до идеи возникли поступление полициальную школу у нас с алиной уже давно но просто сейчас так неожиданно подвернулась один парень мне сказал что он сейчас там в одной школе есть набор там все как бы ну специальности устраивает все как бы нам понравилось вот мы пошли но правда там на ту специальность на которую хочет алина пока набор еще ведется то есть группа не сформирована а я пошел на техника рахунковщик вот то есть теперь песня бухгалтер милый мой бухгалтер будет как бы таким моим личным гимном вот хотя я если честно уже не перевариваю эту песню когда-то в свое время проработав караоке два года я бухгалтеры младших лейтенантов в рюмке водки на столе императрицу просто терпеть не могу потому что несколько тысяч раз прослушал каждую из этих песен причем как бы пели не за не самые приятные голоса вот но это все лирика в общем было сегодня аж четыре пары и так как бы с непривычки очень даже тяжко было отсидеть на них но как бы я справился занятия про я ходят в одном из лицеев там значит эта школа арендует помещение и там происходит занятие как бы так случилось что украинцев наш нас там аж 5 человек из 16 но сегодня присутствовало только 13 человек в общей сложности как бы посидели послушали было два разных предмета у нас сегодня принципе но как-то даже получил удовольствие потому что уже скажем так на свежую на зрелую голову выбрал себе никогда там одиннадцатый класс закончил и не совсем как бы сведомо делался выбор просто больше там было какое-то желание и прочее такое с реальностью имеющие мало общего сегодня же на данный момент уже желание было зрелое потому что еще участие в университете в украине я понял что хотел бы чем-то заниматься связанным с экономикой то есть ну или там с финансами неважно но эта тема как бы мне интересно впоследствии сейчас я пошел на техника рахунковащи то есть скажем небольшой такой шаг воплощению мечты конечно университете в украине доучился на экологию на свою любимую вот но экологом я как бы работать не желаю если честно не украине нигде либо потому что ну такое не не то пальто как говорится а вот что что есть такого как бы украинцев берут проблем никаких собственно нужно было прийти в секрет ряд записаться причем я так скажем пришел четверг сегодня была суббота первое занятие и уже с как бы с четверга я должен был доделать там бодание ликарняны ну то есть это больницу пройти я этого не успел сделать собственно еще нужно перевести аттестат я тоже этого не успел сделать но мне дали еще время для того чтобы донести собственно сами занятия даже происходят не каждую неделю это будет феврале суббота и воскресенье марте тоже один викинг суббота и воскресенье в феврале это уже будет три викинда правда ну просто один из них будет только суббота в мае тоже что-то вроде такого то есть ну как бы есть на сайте данной школы есть виртуальный деканат туда заходишь там есть все расписание и так далее как бы и тому подобное то есть ты постоянно в курсе что как зачем и почему например сегодня был пани была пани преподаватели был пан преподаватель то есть но как бы мужчина и женщина были они два преподавателя сегодня они как бы с пониманием относятся что там украинцы просто говорят что если что-то не получается не понимаете переспрашивайте ничего там страшно нет и так далее как то так получилось что больше мужчин набралось хотя было всего лишь на одну на эту группу было всего лишь четыре особой женского пола вот хотя как бы обычно наоборот это как это получился такая мужская компания ну как бы относятся все добродушно приятно общаются то есть не вот и никаких вот этих там нет разделений там украинцы не украинцы то есть все все в порядке обучение на данный момент в данной школе как бы является платным 100 злотых месяц это не так много но тем не менее я желаю удешевить и этот вопрос а уже я как бы провел разведку как надо то есть обучение бесплатно в данной школе при условии как бы имения песен то есть на данный момент псл плохо выдают украинцам но выдают как бы примеры есть и этим вопросом я обязательно займусь и об этом обязательно расскажу так что ждите ждите как как только сделаю так сразу сниму видео все разложу что зачем как и почему вот еще хотел бы такое просто организационное кто писал там последние может неделю письма я кому не ответил пришли пожалуйста еще раз письма потому что но так случилось я через этот аккаунт почтовый есть на телефоне там немножко наклацал все удалилось и я многим не ответил поэтому не обессудьте пришлите пожалуйста еще раз я постараюсь максимально быстро ответить на все ваши письма чтобы не было никаких обид там что-то кому-то я не ответил вот поэтому я решил что учиться никогда не поздно учение свет и они учения чуть светы на работу хотя и так чуть светы на работу просто честно говоря немножко тяжело в выходной у меня в принципе но не единственный я такой долгожданный потому что была неделя ночных смена но как-то я не люблю всю ночь не спать и потом спать днем в общем тоже как бы мне это не нравится тут можно было смело это спаться но занятие уже на 8 то есть опять нужно вставать там в начале седьмого пока там позавтракать собраться пока доехать и попасть вовремя на занятия собственно продумано как обычно в принципе но больше тоже не все идеально в общем я тоже об этом когда сниму видео но это потом а так в принципе все продумано то есть там есть такой киоск в принципе можно выходить по пехоте съесть какую-то булочку там колу там воду купить ну то есть кому что ну и собственно перерывы там звонков нет все такое как бы не обязательно то есть там не строго 45 минут там и 5 минут было такое что там и 50 час там занимались потом там перерыв 10 минут или там даже 15 потом собственно там 30 минут дошли там до какого-то момента и там опять перерыв ну то есть это как-то решается коллективно там в принципе то есть кому что когда все такое коллективное причем так пани пошутила что у нее диктатура она и так я сказал бы перерыв будет никакой демократии вот принципе как состав получается был такой мини опрос кто вообще имеет какое-то отношение к этой специальности или не имеет у кого-то может есть какие-то там опыты но как оказалось только один человек вообще непосредственно работает ему нужны как бы документы ну и повышение квалификации скажем двое как-то связанные остальные там либо никаким боком либо так слегка то есть там кто-то учился на экономичном не доучился решил пойти сюда кто-то там просто интересно ну то есть вот такого плана принципе довольно пестрое и по возрасту я так понял самым молодом парнем там 20 лет и самыми такими в возрасте были две женщины ну не знаю как бы лет им по 40 то есть учиться никогда не поздно и любом возрасте учеба покорна как бы каждому вот поэтому учитесь учить как там оказал классик и то разрешить ученка а и чужому научаетесь и свой не цурайтесь то есть учиться всегда хорошо до новых встреч